Мы уважаем проблему, проблему сепсиса в том числе, и я вам покажу результаты тех опросов, в которых многие из вас участвовали, и сравню с тем, что было когда-то. Вот такая картинка, наверное, знакома уже многим, мы ее всегда показываем перед тем, как проводим опросы на конференциях Российского Сепсис-форума. Начиная с 2014 года, в 2024 год, 10-летние уже практически результаты накоплены. География опроса, ну практически вся страна, вот только очень дальние регионы не участвовали, или новые регионы, более 11 тысяч врачей ответило на вопросы. С 2019 по 2024 год, это было там, ну, три с лишним тысячи, красивое слово, респондентов. Надо сказать, что в 2015 году мы с Владимиром Александровичем Рудновым опубликовали такую статью, анализ соблюдений стратегии поведения пациентов с сепсисом. И надо сказать, что нас довольно сильно тогда удивили ответы врачей. То есть наше представление, как лекторов или как опинион лидеров, там большая часть сидит здесь в зале, не сильно совпало с тем, что мы получили на самом деле вот в этих самых ответах. Было бы интересно посмотреть, а что изменилось за этот долгий промежуток времени. Вот города там, та часть, которая участвовала, о которых мы анализировали в 2015 году, вы видите практически, ну, все крупные города в нашей стране были. На тот момент было три тысячи врачей, ответила, вот на момент написания той статьи. Главные проблемы, которые тогда были выявлены, это неадекватное оснащение оборудованием технологий для микробиологической диагностики. И перепрыгивая через 10 лет, мы видим, что все то же самое, в принципе, осталось. Неадекватное оснащение и проблемы, те, которые были, они, в общем, остаются. Лаборатории с круглосуточным режимом работы, как не было, так практически и нет в нашей стране, они единичные остались. Дефицит знания роли биомаркеров в диагностике сепсиса, это, напоминаю, это 2015 год был. Ну, тогда крахмалы использовались, хотя они были уже запрещены для применения у пациентов с сепсисом. И больше половины не имело возможности старта эмпирической антимикробной терапии с оптимального препарата в течение первого часа с момента постановки диагноза. Что тогда вы выявили? Когда вы обычно получаете результаты микробиологических исследований с определением чувствительности? И вы видите, что большая часть ответивших говорила, что это четвертый, пятый и далее сутки. Так было тогда, что за это время изменилось? Изменения произошли, без сомнения. Вы видите, вот этот столбик, покажу назад и вперед. Есть учреждения, которые позволяют получать результаты в течение первых трех суток. Но, тем не менее, обратите внимание, большая часть все-таки осталась туда, за этим пределом, четвертый, пятый и далее сутки. Я напомню, что результаты, полученные на пятые, шестые сутки, в общем, большого отношения к изменению АБ-терапии у конкретного пациента не имеют. Это надо делать, это ретроспектива, это микробиологический пейзаж и так далее, но использовать эти знания для смены антибактериальной терапии, увы, к сожалению, невозможно. По каким критериям диагностируете развитие сепсиса, отмечаете в истории болезни? К большому, к счастью, вот эта доля процент отвечающих, что я не отмечаю в истории болезни, по разным причинам, где-то запрещается, где-то там и так далее, не такой большой, но это 10%, это немалая доля. В общем-то, конечно, радует то, что за 10 лет ситуация изменилась, ну, с 16-го года почти за 10 лет ситуация изменилась, и больше половины работает по современным критериям, так называемым современным критериям сепсис-3. Но, тем не менее, вы видите, остаются и те учреждения, где по-прежнему используется синдром системной воспалительной реакции, как критерий диагноза сепсис, что, в общем, уже понятно, что отойти надо от этого. Времени достаточно было, чтобы осознать и понять, что сепсис-3 – это прогрессивные, так называемые, критерии. Ну, и до сих пор еще остаются врачи, которые ждут подтверждения бактеремии положительной гемокультуры для того, чтобы поставить диагноз сепсис. То есть это совершенно, конечно, ну, в общем, отсутствие знаний, просто не более того. Получаете ли вы показатель МПК? Динамики никакой не произошло, хотя мы сейчас сегодня и вчера говорили и говорим о том, что, конечно, понимание вот этой самой цифры, МПК, оно становится необходимым для выбора оптимального антибактериального препарата. Но, тем не менее, вы видите, только пятая часть, четвертая часть врачей может получать результаты с цифровые, а не просто С или Р. Это очень важно. Это надо понимать, что это внедрять необходимо в лабораториях. И мы опять возвращаемся к вот этим коммуникациям между клиницистом и между специалистами, работающими в микробиологической лаборатории. До той поры, пока мы с вами не поставим запрос, что нам это надо, лабораторий, естественно, этим заниматься не будет. Я их прекрасно понимаю. Биомаркер. Вы помните, мы говорили, что плохое понимание этих биомаркеров, увы, к сожалению, так оно и осталось. До сих пор считается идеальным биомаркером, а вопрос, как вы понимаете, не то чтобы с подвохом, а прям такой не очень правильный. Идеальных биомаркеров не существует, надо понимать. И отвечает только пятая часть, 21%. Остальные традиционно считают, что прокальцитонин является биомаркером, который говорит о наличии или отсутствии сепсия, что совершенно не так. Бывали казусные ответы в тех регионах, например, где не было в принципе теста на пресепсин. Тем не менее, отвечали, что он является идеальным. Но я говорю всегда, что сторона России – это сторона верующих людей. И если вдруг сказали, что это хорошо, то все начинают верить, что хорошо. Итак, идеального биомаркера нет. Ну и понимание о том, что хорошо, что плохо, тоже не очень есть. Какой вы применяете антибиотик для переоперационной АБ-профилактики? К счастью, изменения произошли. Большая часть сдвинулась на цифалоспорины первого-второго поколения и защищенные пенициллины. Хотя 2015 год показывал, что примерно 70% использовала вторхиналоны и цифалоспорины третьего поколения. Слава богу, тут хоть какое-то изменение в лучшую сторону произошли. Продолжительность переоперационной АБ-профилактики тоже, к счастью, вы видите 60-70% почти однократно во время операции, плюс 14, которые прекращают в течение первых суток. Но обратите внимание, 4,4,9 – это 15% по-прежнему проводят продленную так называемую АБ-профилактику, что совершенно не соответствует никаким современным ни критериям, ни требованиям. Есть люди, которые это делают в течение 3-5 суток. Профилактика, которая не может быть. Вот тот вопрос, он один из ключевых вопросов на знании. Вы сейчас сидящие здесь можете внутри себя на него ответить. Какой антибиотик вы выберете для лечения чувствительного золотистого стафилокока? Ответили. А теперь сравните с теми ответами, которые дают врачи. И вы знаете, что тут единственный правильный ответ – это первый ответ – цифазолин, а все остальные ответы являются неоптимальными или неправильными. Я обычно комментирую вот эти ответы во время конференции. Говорю, что те, кто ответили, не выбрали цифру 1, скорее всего, вы, наверное, не имеете права назначать антибиотики, потому что не понимаете или не знаете особенности спектра действия препаратов и оптимальности их применения. Еще там есть несколько вопросов, я не все их представляю. Один из вопросов на знание. Мы много говорим о карбопенемазах, мы обсуждаем, сейчас говорим о том, что лабораторная диагностика важна и так далее. Но вы видите, 70% нажимают спасительную цифру 5 с ответом «не знаю», остальные пытаются угадать. Это тот вопрос, на который я прошу не отвечать клинических фармакологов и специалистов лабораторной диагностики. Это ответы врачей. Большая часть не знает и не представляет, не понимает. Нам есть еще над чем работать. Шкала квикс-оффа. Слава богу, подвижки произошли, и теперь меньшая часть считает, что это шкала для замены критериев СИРС или шкала критериев сепсиса. Тем не менее, 60% ответ критерий риска органодисфункции или пусть критерий риска смерти, 60-20, 80% отвечает адекватно и правильно, оценивая эту шкалу как шкалу ранней тревоги. Но 20% по-прежнему считает, что это шкала для того, чтобы поставить диагноз сепсиса или органодисфункцию. Допамин для стимуляции диуреза при аллегории. Ну уж совсем такой вопрос кондовый, который должен дать ответ на люди читают, понимают или знают. Это было 15-16 год. 37% заставляло медицинских сестер дозировать до 5 микрограмм, от 5 до 10 и так далее. Уже многие забывать стали, как надо было стимулировать диурез. Ситуация изменилась, но 13% по-прежнему продолжают этим заниматься. Хотя вы помните, 2000 год и последний гвоздь в крышку гроба допамина был забит с точки зрения, помогает или не помогает стимуляции диуреза. Кандидоз. Ну вот когда-то, наверное, лет 10 назад мы с Денисом Николаевичем проводили такое было за и против, против грибковой терапии. И нам сложно было разделить, кто из нас за и кто против. Такое было немножко постановочное штука. Мы обсуждали проблемы инвазивного кандидоза. И на вопрос, часто ли у вас он бывает, поднималось несколько рук на весь зал. Не потому, что его не было, а потому, что мы себе не представляли или плохо были ориентированы, у каких пациентов, какие критерии риска, факторы риска, у кого ожидать этот самый инвазивный кандидоз. Оказалось, что очень нередко он развивается в отделениях, особенно в отделениях хирургической реанимации. Ситуация поменялась. Это не знаю, вы видите, большая часть говорит, что это проблема. Не потому, что его стало больше. Нет, инвазивного кандидоза сильно больше не стало за все эти годы. Мы научились его видеть, научились понимать и выявлять пациентов с факторами риска. Это очень важно для назначения, скажем, профилактического введения препаратов или, тем более, для лечения этих пациентов. Больной вопрос. Для снижения риска развития инфекции рекомендована замена центрального катетера. И приводились совершенно, что называется, не парламентское слово, от балды вот эти цифры, потому что их нигде, никем они не были не нормированы. Вот это был 2015 год. Посмотрите, что произошло. Ничего не произошло. По-прежнему даже, может быть, ухудшилось, но это статистическая ошибка может быть. 26% считало, что этого не надо делать, 22% считает, что это не надо делать. 80% врачей меняют катетеры по времени для того, чтобы снизить риски развития катетера сцерной инфекцией, что совершенно не соответствует действительности. Начиная с 2010 года, в прошлом СанПИНе, в этом СанПИНе прописано, что этого делать не следует. Масса исследований, которые доказали, что это бессмысленная процедура, сопровождаясь увеличением количества осложнений, связанных с самой техникой пункции. Вот где еще деньги зарыты, деньги учреждений, которые тратятся не совсем адекватно. Ну, еще один вопрос на знания, и вы видите, что, в общем, знания так себе. Вы-то все прекрасно понимаете и знаете, что правильный ответ – это третий, эхинокандины. Но вот врачи как раз не очень понимают фармакинетику, препараты, и ее не особенно знают. Профилактическое назначение антибиотика вообще, когда помогают антибиотики. Ситуация была не очень хороша. 50% раньше, это 2015 год, 50% врачей вводило антибиотики от всего. От дренажей, от катетеров, от центральных венозных и так далее. От того, что пациент был просто интубирован, пытаясь предотвратить развитие инфекции. Что изменилось за это время? Да, изменения произошли. 63% поступают правильно и вводят антибиотики профилактически только как переоперационная АБ-профилактика. 63%. А 40 почти процентов продолжают это делать от всего остального. Вот вам уровни резистентности, вот вам повышение этой самой резистентности, которую мы с вами имеем, вот ответ на те проблемы, с которыми мы имеем. Что и два вопроса, которые возникли там, но чуть позже, лет 5 мы их задаем, эти вопросы. Изучаете ли вы публикации в иностранных профильных журналах? Вы видите, процент очень невысок, 16%, которые это делают регулярно. Причем ответы зависят от того города, где мы проводим конференции. Если в этом городе есть или в этом регионе есть сильный главный специалист, если там есть сильная кафедра, то ответки, естественно, выше будет. Есть регионы, в которых ответ значительно ниже. Почему это не происходит? Ну, вы видите, не хватает знания языка, и иногда бывает откровением, когда я говорю, что, в общем, Google в помощь, иногда это делает гораздо лучше, чем наше с вами десятилетнее образование в школе. Проблемы нет с переводом сейчас. Второй вопрос, который убивает еще больше. Изучаете ли вы публикации в отечественных профильных журналах? Я не беру качество этих публикаций, большой роли это не играет, хотя бы читайте. Оказалось, что примерно, видите, 40% врачей только читают, а 60% – слухи и домыслы. Вот ровно, наверное, поэтому у нас с вами столько много заблуждений и ошибок. Наверное, может быть, поэтому мы с вами пополняемся знаниями экспертов, так называемых экспертов. Я 30 лет так делаю, вы 30 лет так делать будете. Наверное, поэтому. И вот все образовательные мероприятия, и сегодняшние, и вчерашние, и завтрашние, которые будут, конечно, имеют очень важное значение. И меня лично очень печалит то, что количество людей, приходящих на эти мероприятия, где, в общем, концентрат знаний и, так скажем, цимис всего, что вот сейчас происходит, предоставляется бесплатно абсолютно, очень печалит факт, что количество людей все-таки уменьшается. И мы не видим в зале молодежь, которой должно было быть много. Может быть, в этом и наша отчасти вина. Возможно, приучать к хорошим продуктам надо насильно, может быть. Но ситуацию надо менять. Ну вот, собственно, и все, что я хотел вам рассказать. Вот такой срез, короткий срез от того, что произошло. Спасибо.